Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Сегодня я буду показывать то, что купила на Блашином рынке, который проходил на территории Музея Москвы 8 сентября. Совпало с днём города, и здесь продаются рыс, всякие вкусности. Курочкой? Конечно. Это душистый перец. Просто вы раскалываете вопрос. А правда душистый перец. Да, да. Дайте мне отец. Вот тут шарик. А красивый. Во всяком случае, видно, что натуральные. На главном доме вы нарежете как бутербродный сыр. Его нужно раскалывать. Оставляйте ножик, раскалывайте его, он разламывается на большие кусочки. Вот большие кусочки вы можете под вино, под кофе. А вот крошку, смотрите, как прятки. На ней трепоткутов очень. Белый пухнули относится к твёрдым сырам. Он был создан в 93-м году на сыроварне Глаузера. Гер Глаузер искал новый рецепт твёрдого сыра и пришёл вот к такой форме, похожей на трюфель. Это обезвоженная сырная масса в обсыпке из чёрного перца. Также добавлена туда розовая гималайская соль, которая имеет более интересный вкус, чем обычная. И немного чеснока. В чём особенность кноли? Кноли вызревает в обсыпке из перца, специи и высыхая приобретает твёрдую текстуру. Сегодня мы ваше... Белый пухнули – это идеальный сыр для экспериментов, при том, что это твёрдый сыр. Он чудно подойдёт для заправки салата или крем-супа, для острого ризотто, ну и, разумеется, конечно, для пасты. Приятного аппетита! И вот у сыра такая замечательная этикеточка. Она производится у Соболева «Белл Паркноли». Ну, а вот это вино, которое я использую, потому что оно очень подходит к твёрдым сырам, мелкой дичи, стейку и другим блюдам из красного мяса. Ну, вот в данном случае у меня, конечно, твёрдый сыр. Жан Поль Шене – человек, который внёс огромный вклад в развитие французского виноделия. Говорят, что такая форма бутылки, немножко кривоватая, если вы видите, возникла ещё во времена Ледовика XIV, которому подали бутылку от Шене. Вино было отличным, а бутылка кривая. Эта бутылка склонилась перед величием короля нашего. Нашёлся тут же винодел. С тех пор все бутылки такие. Каберне-сера – красное вино, созданное из винограда сортов Каберне, Савиньон и Сера. Вот такой шарик, похожий на ёжик. Но я его уже немножко использовала, растеребанила. И сейчас я вам покажу его с другой стороны. Вино демонстрирует насыщенный аромат, сотканый из нот вишни, чёрной смородины и пряностей. Обладая долгим послевкусием, сурбтовым оттенком. Итак, пробую. Теперь можно приступить к обзору моих покупок на блошином рынке. Итак, мои дорогие друзья, прошу сразу извинить меня за то, что я говорю в нос. Потому что после того, как я приехала с юга, я простудилась. Но всё-таки решила не очень откладывать фильм с моими покупками. Вот это мои покупки. Четыре брошки и серьги. Хочу сказать, что качество у всех очень хорошее. Совершенно нет никаких потерь. Великолепные изделия. И сейчас я вам расскажу о них. Вот это моя первая брошь. И хочу сказать, самая такая удачная и самая главная покупка. Это чешская брошь фирмы Яблонекс. А почему я её купила? Потому что у меня вообще не было чешских брошей, ни одной. Я их как-то вот не собирала, никогда не покупала. А сейчас я узнала о том, что фирмы Яблонекс уже не существует. И поэтому цены, конечно, на броши стали запредельными. Они стоят... У них разная стоимость. Но где-то вот они стоят около полторы тысячи. Вот такие броши я нашла вот в мешке, когда смотрела. Вот точно такая же брошь стоила 1600 рублей. Вот. На рынке я купила её за тысячу рублей. Очень довольна этим. Брошь очень красивый цвет имеет. И она состоит из трёх рядов. Вверху самый большой кристалл. Она построена типа как пирамидка. Вот видите, такая выпуклая. Средний ряд, второй ряд вот. И сверху, снизу. Если он более светлый, а дальше идёт потемнее. Он какой-то розоватый. Получается вот такой вот очень красивый, замечательный цвет. И когда мы здесь смотрели, вы видите, что металл везде, но в середине у кристалла нету металла. Поэтому он очень хорошо отсвечивает, блестит. И вообще очень красивая брошь. Я даже знаю, к чему я её одену, к чему я её купила. Ну вот это моя самая первая главная покупка. Вкратце расскажу историю. История очень давняя, более 400 лет. И заканчивалась она, начался раз по 2010 году. Но так или иначе, это всё равно винтажная бижутерия. Уже больше таких не будет. Даже если яблонекс, он всё-таки где-то восстановится, в какой-то компании её кто-то купит и будет продолжать, то уже такого не будет. И я решила всё-таки купить вот такую брошь, чтобы она у меня была. В глашином рынке много было чего интересного. Многое я не купила, хотя хотела купить и предполагала. Но как-то закрутилась, решила отложить. Ну вот и купила вот эти серёжки. Они реплика винтажным серёжкам, хотя они совершенно современные. Но почему я их купила? Потому что они мне очень понравились. И потому что, будучи отдыхая на море, я поняла, что бывают праздники, нужно в чём-то показываться. Я серьги вообще с собой никакие не взяла. Ни серьги, ни клипсы. Ну а эти серьги, вот у них гвоздики здесь, они достаточно лёгкие, которые не утяжеляли бы саквояж. То, что я с собой брала. Ну вот и мне я решила их всё-таки купить. Потому что они мне... И, кстати, они очень подошли к морской тематике. Более дорогие украшения в таком же стиле, я считаю, что возить с собой в путешествии... Ну, в общем, я как-то это не приветствую. Ну, это вторая моя покупка. Сейчас вы увидите. Вот я купила такую брошку современную. Очень смешную. А почему я её купила? Потому что у меня есть серёжки, которые, в общем-то, очень похожи. Тоже вот такие вот... Вот такие шапочки. И я подумала, что я буду... Что я буду зимой их носить. Как раз к Новому году. И достаточно это будет здорово. И ещё одна. Это у меня уже 3... И четвёртая моя покупка. Это вот такая корзиночка с шариками из гелиотиса. Много мелких шариков. Вот. Сзади она какая. В общем, и купила я её очень удачно. Очень дёшевая. Но, если честно говорить, то я её купила не на рынке. Поэтому она была очень дёшевая. И вот ещё одна моя покупка. Брошь собачка. Это небольшая брошь. Винтажная. Собачка очень симпатичная. С таким задорным хвостиком. С такими ушками. И симпатичной мордашкой. Но привлекла она моё внимание и тем, что при её создании использовали раковину. Вернее, фрагмент раковины моллюска цепрея тигрис. И у меня есть коллекция такая. Раковина. Вот я вам её показываю. Цепрея тигрис. И вот из её панциря была сделана такая собачка. Очень симпатичная брошь. И вот её сзади какая она симпатяга. И, кстати, у меня есть много раковин различных в коллекции. И кораллы достаточно такие интересные. А вот последняя моя покупка из этой же серии была сейчас вам покажу вот эта раковина. Эта раковина называется конус амиралис. А я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья. Желаю вам всего самого хорошего, всего самого доброго, здоровья, удачи, всех благ, мои дорогие любимые друзья. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова